Новые технологии, различные источники энергии, применение опасных веществ в промышленности и сельском хозяйстве во много раз увеличивают риск возникновения техногенных катастроф. И пока добиться абсолютной безаварийности не получается. Поэтому на повестке дня стоит вопрос, как защитить себя при чрезвычайной ситуации. Для того, чтобы своевременно информировать людей об опасностях, в республике создана система оповещения. С целью экстренного оповещения людей о чрезвычайной ситуации, будь это авария на химически опасном объекте, либо аномальное проявление погоды, используется завывание сирен. Цель данной акции – сформировать у населения культуру безопасности жизнедеятельности в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При сигнале внимания всем необходимо включить телевизор или радиоприемник, прослушать экстренное сообщение, в котором будет подробно описан алгоритм действий. Кстати, далеко не все в обручании смогли ответить на вопрос, как себя вести при завывании сирены. Где есть точки средства массовой информации, радио, телевидение, может быть сейчас уже и интернет и так далее, сразу интересоваться, что произошло и какие действия предпринимать в связи с этим. Мне так кажется. На всяком случае включить мобильный, хотя бы телефон свой узнать. Если это внутри, то телевизор включить, посмотреть, если вообще, ну, кругом обстановку посмотреть. Что делать, когда вы услышали такой сигнал? Не знаю. Как вы думаете? Не знаю. Мои действия военкоматы на войну, а их ваши действия – это прятаться куда-нибудь в эту самую, в погреб. Надо обращаться, должны проинструктировать же, по-моему, да? Да, так вот, чтобы… Ну, убежище для этого есть, прятаться где-то. Ну, только так? Нет. Допустим, мобильный посмотрите? Не знаю. Где-то телевизор искать, где-то радио искать. Мобильный у нас есть, 101-112, звонить, узнавать. Ну, просто так, конечно, это не останется. Просто я работала инженером по охране труда, я все это знаю. Ну, наверное, буду спрашивать у кого-нибудь из прохожих тоже, что случилось, почему именно включена сирена. Ну, дальше, наверное, не знаю. Буду дальше информацию искать. Ну, как бы, средства образования есть, есть компьютер, есть радио, есть все. Ну, как узнать, что случилось. У кого можно позвонить? МЧС. По словам специалистов, сигнал «Внимание всем» в нашей стране звучит, к счастью, только в целях проверки. Но, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Людмила Любимцева, Дмитрий Шевцов, Бавруйск, 360.